Пенсионер Анатолий Нестеренко в своей 68 решил получить загранпаспорт. Мужчина опасается, без этого документа не сможет ездить в Россию. С самого утра пришел в Центр предоставления админуслуг Киевского района. У меня там сестра, две сестры, брат. Ну я езжу так. Сестра в доме престарелых, поэтому 84 года надо навещать. Ну я в понедельник был, сказали, что в среду можно прийти, если тут получится. Загранпаспорта оформляли только в одном из девяти городских центров админуслуг. Ежедневно принимали до полусотни желающих получить документ. Этот пилотный проект официально стартовал с начала года. В полную силу работают с лета и до начала этой недели. Прием документов на загранпаспорта осуществлялся два раза в неделю, в понедельник и среду с 9 до пол первого. К сожалению, ничего не получилось у нас с оформлением, так как миграционная служба отказала нам в этой услуге. Работали мы в связке с представителями миграционной службы. Именно сотрудники миграционной службы мешают наладить работу центров, заявляют городские чиновники. Претензии не только относительно оформления загранпаспортов. Проведение разъяснительной работы, обеспечение информационного стенда, составление протоколов об административных правонарушениях в случае, если заявитель нарушил сроки подачи необходимых документов. На сегодняшний день все это завязано на миграционной службе и тормозит процесс оказания такой услуги. Выдавать загранпаспорта в центре админуслуг невыгодно, уверены в миграционной службе. Там подсчитали, в их территориальном подразделении сотрудники могут принять в разы больше людей, поэтому сотрудничество пока решили прекратить. Увеличился большой объем обращений людей по загранпаспортам. Это связано и с переселенцами, с зоной АТО, то есть Донецк, Луганск, очень много обращений. То есть практически на 84% увеличились такие обращения. Люди проявляли свое недовольство, им приходилось занимать очередь в эти центры задолго до того, как вообще рабочий день начинался. Ссылаются в госструктуре и на то, что в городских центрах плохо организована работа и нет четкого распределения обязанностей. В сложных ситуациях администраторам не хватает специальных знаний. Сталкиваемся с тем, что нам необходимо повторно вызывать человека, выяснять какие-то обстоятельства. Зачастую это связано, допустим, с привлечением собственника жилья или совладельца к админоответственности, того человека, собственника, который предоставил свое жилье для проживания в нем, допустим, третьим лицам. Но администратор не видит этих нюансов при приеме документов. В Горсовете собираются жаловаться на работу миграционной службы в кабинет министров. Самой службе на вопросы дальнейшей совместной работы разводят руками. Ждут обещанной децентрализации власти и передачи местным чиновникам новых полномочий. В частности, по выдаче документов. Ирина Антонюк, Анастасия Горелкина, Дмитрий Герасимов и Павел Кубраков. Медиагруппа «Объектив».